За последний год количество пациентов с онкологическими заболеваниями в Ульяновской области выросло на 1%. Цифры неутешительные, однако это еще не повод заявлять об онкологической эпидемии в регионе. К тому же за последние 11 лет, по данным Росстата, показатель смертности по причине злокачественных опухолей в нашем регионе снизился 211 на 100 тысяч населения. Как уверяют сами врачи, это беспрецедентный случай. А это значит, что, к примеру, в 2017 году от рака удалось спасти на 108 жизней больше. В преддверии Всемирного дня борьбы против рака в Ульяновской области объявлен месячник профильных информационных и профилактических программ. Нам нужно улучшать раннюю диагностику. И мы хотим в рамках этой акции привлечь внимание населения именно к тому, что надо проходить диспансеризацию, надо не отлынивать от нее медицинских работников. Мы будем призывать к тому, чтобы проводить диспансеризацию очень качественно. И если мы будем улучшать показатели ранней диагностики, то, конечно, лечить онкологам станет легче. Помощь онкобольным в нашем регионе оказывают сразу в нескольких медицинских учреждениях. Но флагман в этом направлении – Ульяновский онкодиспансер. Только здесь оказывают все виды лечения для пациентов со злокачественными опухолями. Начиная от хирургического и лекарственного, заканчивая лучевой терапией. Лучевую диагностику в диспансере ежедневно проходит 130 человек. Основная нагрузка ложится вот на этот современный аппарат – линейный ускоритель электронов. Больница освоила его 5 лет назад. Лучевая терапия – это один из столпов онкологии, на которых держится успех лечения онкологического пациента. Это метод локального лечения. По сути дела, это аналог операции. Просто эффект нашего лечения виден не сейчас, не вот сразу, когда удаляется скальпием опухоль. Нам требуется гораздо больше времени для реализации самого курса. Юрий Николаевич из Ульяновской области узнал о своей болезни три месяца назад. Мужчине диагностировали рак гортоноглотки. Ну, лечение началось у меня с первой химиотерапии. Я проходил две химиотерапии. И вот сейчас уже на третью лучевую терапию прохожу. Как ощущения? Ну, как ощущения. Как говорится, болезни все, ничего хорошего нет. Ну, нормальные ощущения. Так-то ничто больного такого нет. А вот в эндоскопическом кабинете пациентов принимают гораздо меньше. Согласно установленным нормам, всего 12 человек в день. Связано это с длительностью процедуры – порядка двух часов. Здесь проводят три вида эндоскопических обследований. Гастроскопия, осмотр желудка, колоноскопия кишечника и бронхоскопия. Диагностические исследования и цитологический скрининг рака шейки матки – зона ответственности цитологической лаборатории онкодиспансера. Эти женщины в белых халатах ежедневно делают микроскопию мозгов. Процедура подобна ювелирному мастерству. Преимущество такой диагностики в ее скорости. Результаты на руки пациент может получить спустя полтора часа после сдачи анализов. Удовлетворение, что мы вовремя поставили, подтвердился диагноз. Ну, лучше бы мы ошибались. Но подтверждается, да. То есть мы проводим обязательно поставление нашей диагностики уже с кистологическим заключением, чтобы именно контролировать качество нашего исследования. На учете в Ульяновском онкодиспансере сегодня стоят 32 тысячи человек. Сюда за помощью приезжают даже пациенты из бывших стран СНГ. Руководство медучреждения совместно с региональным Минздравом готовит программу по развитию онкологической службы Ульяновской области. Реструктуризацию, например, Ковичного фонда под современные настоящие нужды. Реструктуризация требует перепрофилирования отделений. Второй этап, который мы планируем, мы собираемся улучшить условия содержания и расширить дневной стационар по лекарственной терапии. Программа предусмотрит строительство и новых помещений. В частности, многоэтажного корпуса, куда планируется перевести все хирургические службы диспансера. Рината Алиулова, Руслан Баталов. Новости Ульянской правды.